здравствуйте уважаемые соотечники я начинаю свой прямой эфир и он будет посвящен большей степени решением которое вчера принял казахстанский суд помни мы ко мне обращаются различные издания агентства с просьбой прокомментировать эту ситуацию это решение казахстанского суда в этой связи я сегодня решил выйти прямой эфир и откомментировать правда я начиная с момента ареста токмади еще в июне 17 года регулярно выходил с различными комментариями озвучивал свою позицию и хотел бы сегодня повторить потому что к сожалению к сожалению хотя весь прошлый год я регулярно это озвучиваю но тем не менее вопросы продолжает повторяться так вот я сейчас вынужден снова откомментировать те детали которые я уже когда-то озвучивал дело в том что когда арестовали предприниматели токмади в июне 17 года я сразу по этому поводу комментировал что арест и собственно сам повод который был для этого использовал он не соответствует действительности на самом деле причина будет другая и объяснил эту причину и использую информацию которая получил из недр комитет национальной безопасности где у меня безусловно до сих пор есть разные люди которые сочувствуют и передают информацию токмади задержали по обвинению что якобы он принудил своего партнера продать часть доли бизнеса ему лично и таким образом он стал полностью единоличным владельцем компании которая занимается производством стекла но представьте себе что это хозяйственный спор между двумя субъектами во первых во вторых этот человек который якобы был принужден продажи своей доли акции все это время дружил с токмади ходил к нему в гости и там период был длительный когда эти акции перешли собственность токмади свыше десяти лет и вот выясняется что больше чем через десять лет этот человек написал жалобу и по этой жалобе вдруг комитет национальной безопасности проявил чрезвычайную активность вертолеты съемки ктк огромное количество представить комитет национальной безопасности в масках с автоматами врывается к человеку который через нотариус оформил сделку уважаемые предприниматели вы когда пишете жалобу суд или в кнб вы можете ожидать такую реакцию чтобы на вашу жалобу прилетали вертолеты огромное количество к нбш и к нбш ников в масках врывали решали ваши проблемы ясно что такие вопросы решаются только для приближенных на султана назарбаева его зятя его особо приближенных министров и членов его семьи и для простых предпринимателей такого рода внимание исключено собственно сам этот факт сразу наталкивал на мысль что здесь что-то нечисто и конечно качестве подтверждения получил информацию из недр комитета национальной безопасности что это задумано операция специальной операции целью которой является совершенно другие цели задачи а именно у них была идея обвинить так мади в том что он принудил своего партнера продать часть акции дать ему срок бить и пытать процессе пока этот и идут такого рода пытки принудить так мади признаться что в том что он организовал якобы убийство и жанна тачу по заказу мухтара облязова и первый же день задержания так мади этой версии была озвучена его жене джамиле ток мади ей угрожали что если она не убедит мужа признаться что якобы он осуществлял заказ на убийство то она будет задержана дети будут отданы в детдом вот это привело к тому что жена ток мади спешно покинула казахстан уехала за рубеж и она живет в польше и все эти ее выступления можно сейчас зайти на фейсбук видеть ее видеоинтервью ее заявление она обращалась за поддержкой международным правозащитным организациям то есть фактически с июня прошлого года с момента ареста так мади я сам и его жена четко озвучили с какой целью был арестован так мади а именно принудить что якобы он осуществил заказное убийство так вот прошло с этого момента полтора года полтора года обратить внимание все это время мы озвучивали ее реальную цель этого захвата и вот кмб в конце концов разродилась широкой публике была озвучена собственно сама основная цель его ареста сначала ему пообещали так мади что ему дадут пять лет условно за убийство но представьте себе человек как бы убил а ему обещать пять лет условно потом они разобрались с законами потому что в законе написано что если это убийство осуществлено группой лиц то есть групповое предупреждение это особо тяжкое дается срок свыше 20 лет и или пожизненно с конфискации имущества потом ему сказали что давайте мы тебе дадим пять лет просто пять лет тюрьмы не признаешься мы там угробим и тебя и твою семью заберем бизнес все прочее и в интернете очень много выступлений его супруги которая рассказывала как его избивали как пытали поэтому в результате всех этих пыток в итоге появилось некое признание так мади но до того как весь этот концерт разыгрывался на телеканале ктк были сняты комитетом национальной безопасности специальные фильмы так называемый мурка 1 мурка 2 и так далее где все это было заранее озвучено якобы что токмади был представителем мафиозной группе группировки что он бандит что он вообще ужасный и безжалостный убивает там пачками людей и вот такой грозный человек в итоге начал рассказывать легенды легенды такого характера что якобы он встретился с облязовым тот подсел к нему где-то в кафе и начал ему предлагать организовать убийство при этом запугал его ну представьте себе что глава преступной группировки по словам власти которые жестоко убивает людей вдруг испугался облязова хочу вам напомнить что в 2003 2004 2005 годах я жил в москве и и поэтому вот все эти выдумки о том что я приехал в казахстан с ним встречался они даже не могут подтвердить они должны просто подтвердить где и как этого нет более того фильмы которые были сняты где выступали некие родственники токмади но даже по этим фильмам было видно что эти люди избиты они с трудом разговаривают с трудом сидят и интересно что в ктк выходили такие репортажи с признаниями признаниями и репортажами о том что якобы токмади получил от меня четыре миллиона долларов и погасил кредит бта банки по своему проекту я конечно сразу выступил заявлением о том что эти неграмотные тупые исследователи которые выполняет политический заказ на султана назарбаева у них просто проблема со знаниями а дело в том что бта банк это международный банк и регулярно проходящий международный аудит крупных компаний специально аудиторских данном случае я говорила по компании эрсен я и все эти данные невозможно подделать а именно что кредит был погашен банк сдавал ежедневный отчет национальный банк агентство финансового назора и баланс он международный и банк анализировали международные рейтинги его агентство и так далее к сожалению наши исследователи настолько неграмотные тупые что они факт не учли и заявили что в этом фильме что в такмади получил 4 миллион долларов которые которыми был погашен кредит бта банки после того как я опроверг появилась новая версия оказывается некие лица ночью пришли в сумках принесли ему деньгами наличными 2 миллион долларов лица он не заметил они вообще были непонятны и так далее это они выбили такого рода признание у такмади также фильме выступали некие свидетели некие потому что собственно самом процессе было заявлено около 100 свидетелей ну то есть для вы знаете как наш режим работает 10 тысяч томов 5000 свидетелей 3000 там каких-то комментариев непонятных людей так вот эти все свидетели выдуманные которые вообще не имеет никакого отношения к этому процессу но просто для видимости нагнали каких-то свидетелей которые просто сказали видел я токмади у него глаза например коричневые да вот собственно в судебных делах он проходит как свидетель так вот в этом процессе было заявлено и фильме тоже что якобы существует куча свидетелей о фильме они эти свидетели рассказывает о неких офшорных счетах которые открыл токмади и эти так мать счета токмади они синхронизируются со счетами алмы шалабаевы что вот она тоже открыла якобы офшорной компании на мой вопрос покажите эти офшорной компании покажите подписал мы покажите деньги собственно все пропало и это обвинение тоже исчезло вот представьте себе насколько тупо и грубо эти следователи монтируют дело ну и комментарии простой а дело в том что я токмади никогда в глаза не видел более того я его впервые увидел на фотографиях после того как его арестовали в летом семнадцатого года вот представьте себе что следователь рассказывает легенды что я с ним встречался где-то еще что-то какие-то некие свидетели при этом гроза людей преступник мафиози вдруг увидел меня вот такого не очень крупного и человека который в это время жил в москве преследовался казахским властями 2003 2005 годах я жил в москве 2004 году на меня было организовано покушение покушение на убийство и оказывается я свободно разгуливаю в казахстане встречаясь с главой мафиозной группы угрожаемую и он вдруг испугался не испугался убивать десятки людей по версии ктк а увидев такого скажем не шварценеггера взял испугался конечно же все эти грубые подделки комитет национальной безопасности они смешные они смешные и я думаю что вам следует посмотреть все эти фильмы которые они смонтировали при этом смонтировали сразу же после ареста мурадхана дакмади это было более года назад в июне и июле в августе семнадцатого года собственно сам процесс над ним именно с такого рода обвинениями начался только в октябре восемнадцатого года больше чем через год то есть мое предупреждение о том что это замысел направлен на совершенно другие цели когда арестовали мурадхана дакмади он просто подтвердился если посмотреть хронологию событий вот и были арестованы его близкие родственники и сотрудники и самое интересное что вот прошел суд над ним от так мадей он как бы преднамеренно убил человек по заказу но я хочу вам напомнить дело 2006 года когда был убит алтенбек старсимбаев со своими помощниками тогда якобы ержан у тимбаев выполнял политический заказ это бывший вице-премьер правительства но сутан назарбаева его ближайший помощник был заместитель руководит администрации президента вызов возглавлял агентство по стратегическому планированию при назарбаеве он же затем в момент совершения убийства алтенбек старсимбаева возглавлял аппарат сената сената который возглавлял нуртая быкаев ближайший помощник и соратник нурсултан назарбаева и вот представьте что его арестовали по обвинению что он совершил заказное убийство именно разместил заказ заплатил за это 60 тысяч долларов взяв кредит то есть для того чтобы убить человека оказывается ержан у тимбаев взял кредит центр кредитбанки и вот заказчику дают 20 лет тюрьмы из которых он отсидел меньшую часть около шести лет вышел условно досрочно а исполнитель ему исполнителю ибрагимову дали пожизненное заключение спрашивается что случилось нашим судебном законодательстве какие статьи закона поменялись что если так мади исполнитель ему дают десять с половиной лет без конфискации имущества без чего-либо а якобы заказчика плясов получает пожизненное что случилось нашим законодатель почему случае с сержанному тимбаевым он получает 20 лет и дос условно-срочный выходит а исполнитель получает пожизненно какие-то нормы статьи разве законно поменялись нет все осталось без изменения все эти действия показывают что наша судебная система они просто находятся под пятой но футан назарбаева хочет даст какой-то срок хочет отнимет недавно в деле сотрудников быта одному из наших сотрудник айрат садыкова который отказывался признавать что он совершал какого-либо преступления и отказывался давать какие-то показания против меня дали 15 лет тюрьмы как только он начал говорить что раскаивает что во всем виновата блязов ему дали пять лет условно и таких примеров много поэтому вы видите наша система и судебная система не работает как закон не работает правильно не работа только почему потому что именно в кабинете но султан назарбаева поступает команды судьям принять то или иное решение у нас в казахстане нет судебной системы поэтому когда кого-то это судебная система обвиняет и осуждает мы заведомо должны знать это вранье любое решение этой судебной системы надо ставить под сомнение ну и самое смешное в этом судебном решении что меня судили пожизненно и при этом я в течение трех лет не имею права заниматься банковской деятельности я конечно по поводу очень долго смеялся конечно наверное судья имел ввиду что в другой жизни какой-то не на земле другой жизни не имею права три года заниматься банковской деятельности собственно это сам этот абсурд показывает что судьи формируя этот приговор они даже не задумывается что они написали что они подписали что они озвучивают потому что но суда назарбаев у нас же как известно известный кочегар судебной системе плохо понимает и поэтому сказал пусть банком не занимается там три года и пожизненно и вот собственно что наслата назарбаев наш кочегар озвучил то и вы увидели приговоре в том который вчера озвучил судья вот собственно мое отношение к этому судебному решению я хочу его резюмировать для тех кто будет повторять и повторять этот вопрос вы можете вырезать эту мою часть выступления и распространить дальше если есть люди которые продолжают спрашивать по поводу решения которое вышло вчера казахстане и так я токмади лично не знал не видел не слышал и все эти обвинения они сфабрикованы придуманы ложный рассказ о том что якобы кто-то ему дал 4 миллиона долларов некие неизвестные люди и на основании этого выносится судебное решение это ложь ложь также фильмах о том что якобы моя жена имела офшорные счета которые по которым шли денежные средства попадали токмади это тоже ложь пусть власть это продемонстрирует они это не могут продемонстрировать эти обвинения и все сроки носят политический характер как вы знаете 9 декабря 2016 года высший административный суд франции вынес решение что необходимо отказать в экстрадиционном запросе россии по поводу меня что идет политическое преследование организованное казахстаном частности на султаном назарбаевым что россия и украина использовались но султаном назарбаева для преследования своего политического оппонента собственно а что случилось такого за все эти годы которые я отсутствовал стране феврале будет уже 10 лет как я покинул страну но обратите внимание что происходит сейчас идет массированная информационная атака во всех сми назарбаев обвиняет меня самых разных грехах и в убийстве и мошенничестве похищениях и я экстремистом ну все весь букет я покинул страну считать что 10 лет назад и вот выделяется огромные средства на мое преследование качество информации я хочу сообщить что это публичная информация можно заглянуть баланс банка bta на начало 2014 года вы можете увидеть в отчетности что на мое преследование мой банк bta банк потратил свыше 500 миллионов долларов сша это официальные данные а также мы свое время публиковали переписку агента комитет национальной безопасности с администрации назарбаев которым говорила что общие затраты на преследование обляза облязова составили сумму свыше 1 миллиарда долларов это было только на начало 2014 года сейчас уже завершается 2018 год и как вы видите эта атака не прекращается и причина его надеюсь для вас понятно причина в том что я мухтар облязов начиная с ноября 2001 года вышел на открытую борьбу с этим режимом открытая борьба заключается в том что я считаю что в казахстане построен мафиозно-коррупционный режим что ну султан назарбаев захватил власть не проводит честные открытые выборы будущий чиновником всю жизнь чиновником стал супер миллиардером его состояние оценивается свыше 200 миллиардов долларов сша его близкие родственники зитя все супер миллиардеры только официальным данным его взять тимур кулебаев и дочь динара назарбаева владеет состоянием свыше 7 миллиардов долларов это только малая часть заявленного капитала но представьте себе если на день рождения за один вечер динара назарбаева потратила 80 миллион долларов то есть вы понимаете масштабы состояния которые эта семья украла у страны и поэтому я с 2001 года вступил в борьбу с этим режимом я потерял свои активы свое имущество потерял практически все похищали мою семью жену и шестилетнюю дочь в италии но под давлением международной общественности назарбаев был вынужден вернуть ее обратно в италию где моя семья сейчас проживает и получила политическое убежище были арестованы многие мои сотрудники преследовались мои соратники политические в частности владимир козлов был посажен сроком на 7 лет за то что он руководил партии алга за то что он помогал работникам нефтегазовой отрасли в жану зене его обвинили в том что он якобы участвовал в организованной преступной группы во главе с аблязом которые пытались сломать и разрушить этот нынешний конституционный строй вот собственно в этом причина 17 лет я постоянно борюсь с этим режимом и когда кто-то говорит что приезжая в казахстан я хочу напомнить что я был казахстане я создавал партии я финансировал все что против назарбаева против его коррумпированного режима я потерял все но я каждый раз восстанавливаюсь и цель моей жизни сломать этот режим добиться свободу для нашей страны для наших граждан вот является что является основной причиной декабре прошлого года точнее декабре 16 года я публично объявил это было распространено международных сми частности ведущий газета франции liberacion коротко озвучила мою позицию которую я оформил в виде различных программ демократического выбора казахстана а именно мы построим парламентскую страну без должности президента должен президента будет ликвидирована всегда потому что президент любой который появляется на постсоветских странах он начинает монополизировать власть и становится фактически единственным владельцем власти единственным владельцем богат страны поэтому программе демократический выбор казахстан написано мы что мы будем строить именно парламентскую республику когда власть принадлежит народу через открытые честные выборы народ избирает депутатов затем депутаты избирают назначает правительство во главе с премьер-министром поэтому да я собираюсь бороться за власть но за власть для народа и на конкурентных выборах хочу победить и возглавить правительство страны в этом же выступлении французской газеты liberacion я заявил что в течение трех лет мы сумеем добиться смены режима посадим в тюрьму нурсултана назарбаева конфискуем всю собственность и его его приближенных и эти деньги просто попадут бюджет страны сразу хочу сказать когда говорят о так называемой чистки приводят разные там термины иллюстрации все прочее я уже многократно по этому поводу заявил охоты за ведьмами не будет нам не нужна гражданская война мы будем строить новую страну и будут привлечены к ответственности около 200 человек собственно сам нурсултан назарбаев его близкие приближенные и мы не будем устраивать битву преследовать пол страны потому что назарбаев власти уже практически 30 лет и он коррумпировал и инфицировал этой коррумпированной своей власти практически каждого гражданина страны наши учителя они же являются членами нуратана они же являются теми кто фальсифицирует итоги выборов и таких людей которые соучаствуют в малых или больших преступлениях много более того я скажу что это основная часть населения к сожалению поэтому мы должны принять для себя принципиальное решение мы привлечем ответственность особо не отъявленных негодяев я думаю что их не более 200 человек именно политической верхушку и начнем строить новую страну вот собственно это пугает но султан назарбаева в апреле прошлого года мы объявили о создании демократической выбора казахстана и все эти цели задачи были публично озвучены было опубликовано множество программ демократической выборы казахстана и я хочу сказать что именно наша политическая организация дает четкие ориентиры какое будущее ожидает нашу страну и какое будущее будет у наших граждан это уровень заработных плат будет какой будет политический строй свобода слова свобода вероисповедания вообще вы очень просто должны для себя понять когда задаете вопрос а что будет с тем или иным вопросом открываете интернет заходите смотрите смотрите германию францию италию это ведущие европейские страны смотрите соединенные штаты америки и мы будем стремиться жить как они делать свободную страну не будем ориентироваться на такую страну как россия где правит коррупционный режим такой же мафиозный как казахстане мы не будем строить страну как северная корея или ран мы построим сильную в экономическом и политическом отношении страну где будут свободы у наших граждан я сегодня специально озвучиваю собственно свой свое отношение и действующей власти объясняя почему эта власть каждый год меня осуждает прошлом году меня осудили на 20 лет но вы знаете кого кто 20 лет высидел в нашей тюрьме нет ясно что если бы я попал казахстан и меня посадили в тюрьму 20 лет никто бы не смог бы выжить в нашей действительности не говоря о том что меня просто убили бы сразу теперь многие задают вопрос а зачем этот режим дает пожизненно дело в том что но сутан назарбаев вы все его видите такого сильного кажется человека главу государства так далее он трусливый старикашка который всего боится живет страхами это обычный человек проворовав запуганный потому что он прекрасно знает что все те преступления которые совершил он с него спрос не будет и там вверху спрос будет здесь на земле при его жизни спрос будет с него с его ближайшего окружения с его ближайших родственников которые вместе с ним участвовали в преступлениях против народа я очень хорошо знаю султана назарбаева и лично как человека и как президента страны и могу сказать что этот человек действительно кочегар который не понимает как управлять страной он просто пользуется тем что средства массовой информации под его контролем что представители работников от полиции они пока исполняет его указание и набирается какая-то группа разных экспертов специалистов которые вкладывают его устательные слова создавая образ умного сильного и деятельного лидера нации на самом деле вы можете увидеть как только он появляется в эфире начинает говорить в свободном режиме он сразу унижает людей оскорбляет запугивает разговаривает на ты что за глава государства где вы видели в современном продвинутом мире чтобы глава государства тыкал ну-ка встань ну-ка сядь мы тебе за руку отведем суд и так далее это только признаки и привычки главы мафиози они главы государства вы все должны знать что нашей страной управляет жалкий старикашка трусливый кочегар который вообще ничего ни в чем не разбирается мы должны снять с глаз пелену и сказать себе что так жить больше нельзя и мы должны изменить ситуацию в стране мы это можем в этой связи демократический выбор казахстана объявляет простую акцию она не требует какого-то героизма 16 декабря день независимости казахстана как я уже говорил мы считаем это день скорби и день памяти именно тот день который погибли наши граждане были репрессированы восемь шестом году были убиты и расстреляны 2011 году жану зене мы просто отдаем дань памяти и 16 декабря это официальный день власть не может никого преследовать мы не призываем вас на митинги мы призываем вас просто прийти в те места в городах населенных пунктов которые общеизвестны где местная власть изображает что они скорбят изображает что они думают о нашем народе изображает что они помнят те кто пострадал от действий тоталитарного режима который сейчас продолжает жить дальше при сутане назарбаеве именно 16 декабря мы призываем просто прийти отдать день памяти и когда мы понимаем и поймем что нас много демократический выбор казахстана будет разрабатывать следующие акции которые могли бы консолидировать сплотить народ и добиться чтобы произошла смена режима пользуюсь этим прямыми фирм я хотел бы поблагодарить вас за вашу активность за поддержку я надеюсь что 16 декабря мы еще раз покажем что мы сильные нации что у нашей нации есть будущее что нынешний коррумпированный режим уйдет под давлением наших требований как это было в армении недавно в мае когда не было произведено ни единого выстрела ни один человек не пострадал когда на улице вышли сотни тысяч человек так было в грузии так было в армении так было во многих странах мира и мы тоже можем это сделать алга казахстан